КОНЕЦ Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас! В эфире передача «Канон», телевизионный вестник Московской Патриархии. Заканчивается десятая неделя по Пятидесятнице. Прошедший понедельник православная церковь чтила Смоленскую икону Божьей Матери, называемой также Адигитрия, путеводительница. Десятки тысяч верующих людей шли на поклонение этому святому образу в храмы. Малоцерковленные люди часто спрашивают нас, почему в православии столь развито иконопочитание, не лучше ли сразу напрямую обратиться к Господу? Для того, чтобы обстоятельно ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к многовековой полемике по этому вопросу между православными и католиками. Ну а если просто своими словами, то примерно это звучит так. Православный человек неистово ищет любого возможного контакта с Господом и почитает отнюдь не иконы, но Дух Святой, проявляющийся через них. Ну а теперь, собственно, о самой Адигитрии. Смоленский Успенский кафедральный собор – один из самых величественных и знаменитых храмов нашего Отечества. Он был построен на месте взорванной во время осады Смоленско-польскими войсками в Церкви Успения Божьей Матери. Главная святыня собора – икона Божьей Матери Адигитрия Смоленская, по преданию, написанная Евангелистом Лукой. Как гласит легенда, Божья Матерь, явившись двум слепцам, привела их в храм и, поставив перед своей икону, даровала им прозрение. С тех пор иконы начали именовать Адигитрией, что в переводе с греческого значит «путеводительница». Ежегодно, 10 августа, по новому стилю, вот уже много веков отмечается праздник этой чудотворной иконе. Во многих чудотворных списках Смоленская икона Божьей Матери почитается по всей российской земле. Нет, пожалуй, ни одного храма на Руси, где бы не было списка с этой иконы. Ежегодно десятки тысяч людей со всей России съезжаются в Смоленск поклониться чудотворному образу. Скажите, пожалуйста, с вами Смоленска? Сам родился в Карпатах, живу в Брянске, сегодня здесь в гостях. А что вас привело к этой иконе? К иконе чудотворным образом. Вообще-то это Адигитра, она славна на всю Россию, потому что она есть путеводительница. И в народе так принято приходить и поклоняться Адигитре, когда хочешь помощи Божьей в дороге. В дорогу в какую-то собираетесь? Нет, нет, нет. Я приехал благодарить. Я только что вернулся с Родины. Вообще-то уезжал туда, целовал, лобозал. И сейчас вернулся поблагодарить. Ну и так вообще с друзьями увидеться здесь. Девушка, скажите, пожалуйста, а вы откуда сами? Я родом из Велижа. Дочка священника. И приехала на этот великий праздник. А вы первый раз приехали или каждый год сюда приезжаете? Ну, я приезжаю каждый год со своим отцом. Потому что у нас это уже стало традицией. Первый раз приехали сюда, к этой иконе? Не первый раз. Каждый год приезжаете? Ну, не так каждый год. С мамой, да? Да. И как, нравится тебе здесь? Да. Нравится. А почему ты такой нарядный сегодня? Ну, так же и не будешь, как бродяга, ходить. Что вы знаете об этом празднике? Знаем, что эта икона чудотворная. Она очень многое сделала для нашего города. Смоленская икона Божьей Матери Адигитрия не раз спасала российские земли от нашествия иноземцев. Из многочисленных чудес, совершившихся от этой иконы, особенно замечательное избавление Смоленска от татар. Воин Меркурий и сдружины Смоленского князя в благословении Божьей Матери один проник ночью в стан врага. И, поразив множество татар, принял мученический венец. Долгое время эта икона находилась в Москве. Но затем, по горячей просьбе смолян, вернулась на смоленские земли. И находилась там до 1812 года. Во время наполеоновского нашествия икона постоянно находилась в рядах русской армии. Сам главнокомандующий князь Михаил Кутузов с солдатами слезно молился перед ней накануне Бородинского сражения. Следующий наш рассказ о Свято-Труицком Болдинском монастыре, стоящем на старой смоленской дороге. Но прежде чем мы приступим к нему, нам хотелось бы поразмышлять о значении возрождения православных монастырей в настоящее время в России. Что это? Дань моде или естественная потребность? Мы считаем, что это естественная потребность, поскольку именно православие объединило разрозненные и часто враждебные по отношению друг к другу княжество в единое могучее государство российское. И важнейшую роль в этом объединении сыграло русское монашество. И в том, что сейчас активно восстанавливаются русские православные обители, мы видим добрый знак возрождения нашего Отечества. В конце концов, кто-то должен молиться и за нас, многогрешных. Ну а сейчас наш рассказ. Для современного человека жизнь за стенами монастыря таинственна и непонятна. В Свято-Троицком Болдинском монастыре, что на старой смоленской дороге, после долгих лет запустения возобновлена монашеская жизнь. Братья монастыря еще очень немногочисленны, всего 20 человек. В основном это очень молодые люди, приехавшие из разных уголков России, и у каждого из них своя история. Скажите, пожалуйста, что вас привело в обитель? Будучи в миру и наломавший дров много, я понимаю, что тот человек, который я есть, опять будь в миру, опять причиняй, знаете, как слон в посудной лавке, причиняй неприятности, беды людям. Я принесу только вред. Вот сначала надо очистить свое сердце с помощью Божьей, а потом, как Бог даст. Свято-Троицкий Болдинский монастырь – один из старейших монастырей земли российской. У него давняя, уходящая глубоко в века история. В 1530 году на поле брани между Россией и Литвой возник приют мира и молитвы, святая обитель, основанная преподобным Герасимом. Устроил Герасим монастырь около небольшой речушки, на поляне, среди вековых дубов, от древнего названия которых Болда и происходит название местности. Обитель очень скоро стала известна, и численность братьев достигла 127 человек. Герасим с учениками зародил монашескую жизнь еще в трех обителях – в городе Вязьме, в Прянских лесах и в местечке недалеко от Драгобожья. По преданию, эти святые обители возникли в неспокойных смоленских лесах, где жили одни разбойники. Вслед за устроительством обителей здесь прекращались бесчинства и грабежи. После смерти преподобного Герасима за его богоугодные дела в порубежных российских землях нарекли его Болдинским чудотворцем и причислили к лику святых. И хотя на протяжении всех минувших безбожных лет нашей истории монастырь находился в запустении, легенды о Болдинском чудотворце продолжают жить на смоленской земле и даже пересказываются по своему местным населениям. Этот Герасим, это был какой-то, ну вот такой, ну неблагой. И вот он молит Бога, там такая русская церковь, история русская. Он как раз попал в смуту, когда вот наподобие, как сегодняшняя такая ситуация, что тут вот эти все эти... У Вязьмы была вот эта бандитская группировка, они тут все это... И вот они грабили, как ехали на Москву, вот, дорога тут вот. И вот он, мужской монастырь. Вот почему, почему тут мужской в такой глухомании? Они даже вот в войну вот эту, уже так вот чуть-чуть, Это ж Дорогобуж, Бельский Большак тоже на это самое. Это ж было вот Днепр. Днепр. У Шаломини, как говорят немцы, пройдуть курей пособирай. А в Дорогобужа советская власть, вот это Гришин, полк 13, вот эти вещи. Я говорю, тут с покон веков такая вот глухомать. Издревле на Смолещине не было покоя. Старая Смоленская земля помнит и поиск литовских захватчиков, и войска армии Наполеона, которые превращали православные храмы в конюшни. Но рассеивался дым пожарищ, белились монастырские стены, и вновь благове сцедовал православных в храмы. В период Великой Отечественной войны, святую обитель постигла страшная участь. В 1943 году, при отступлении, только с третьей попытки немецкими оккупантами монастырь был взорван. Это, пожалуй, единственный монастырь, который был полностью разрушен, и после войны представлял из себя груду щеблей. Однако прошли годы запустения, и в 1964 году под руководством Петра Барановского в монастыре начались восстановительные работы, которые возглавил его ближайший ученик Александр Пономарев. Это очень объемная работа. Кто ее будет финансировать на сегодняшний день, неизвестно. Ведь на плечи братьев монастыря, кроме, значит, функции, так, возрождения духовной жизни в монастыре, обеспечения себя, то есть все-таки уже порядка 20-30 человек в трапезную ходят, поэтому, значит, надо прокормить братьев. И тут вопрос, значит, о восстановлении. Ну, конечно, братья это не осилить. Но, к сожалению, Троицкому собору еще долго придется лежать в руинах, так как за неимением средств восстановительные работы в монастыре были прекращены, и без поддержки государства храм возродить не удастся. То место, где возник Герасима Болдинский монастырь, это пустыня. Это место с огромными потенциальными возможностями. Ведь это центр Руси, России. И одновременно место, так обезображенное человеческим грехом. И поэтому, не случайно, может быть, преподобный Герасим именно там, на старой Смоленской дороге, вблизи Дорогобуша, основал свою обитель. Тогда это было необходимо. Как говорили, что много было разбойников в то время. Надо было духовно как-то воздействовать на людей и преобразовать этот край. Сегодня тоже важен тот духовный импульс, который исходит от этого монастыря, для того, чтобы край был преобразован. Ну а теперь имеет смысл поговорить о социальном служении церкви. Поскольку именно эта сторона жизни церкви, как общественного института, чаще всего обсуждается светскими средствами массовой информации. Мол, зарабатывает себе деньги церковь. Мы вынуждены разочаровать наших коллег-журналистов. Церковь работает с наименее обеспеченными слоями населения. Это пенсионеры, разоренные нашим государством в последние годы. Это дети. Это безнадежно больные. И это осужденные. Тут много денег не заработаешь. Молодая и энергичная братья Свято-Троицкого Болгинского монастыря несет свое социальное служение не только за монастырской оградой. По примеру своего основателя, Герасима Болгинского, основывавшего святые обители на Смоленской земле, братья решила взять на себя возрождение Дмитровского женского монастыря, что в Драгобуже. Он был построен в XVI веке и простоял совсем недолго, разрушенный поляками. На его территории позднее был возведен храм Дмитрия Солонского. Когда в XIX веке монастырь был превращен в городскую Драгобужскую больницу, действующий храм входил неотъемлемой частью в больничный комплекс. В послереволюционные годы храм был закрыт и превращен большевиками в больничные палаты. Одно время там находился родильный дом и детское отделение. Но время шло, храм без заботливого присмотра разрушался, вскоре все пришло в запустение, и зимой 1998 года больница была выселена. Так как монастырь, а вернее то, что от него осталось, не входил в число памятников архитектуры, охраняемой государством, администрация города решила выставить опустевшие помещения на аукционную продажу. Александр Михайлович, мы знаем, что братья Герасима Болдинского монастыря сейчас активно участвуют в восстановлении Дмитровского монастыря в Драгобушии. Что Вы являетесь одним из инициаторов этого строительства? Это действительно так? Расскажите об этом чуть-чуть. Ну, тут, значит, отрадно то, что деятельность Болдинского монастыря, деятельность братья расширяется. И слава Богу, что братья взяла на себя такой груз, ведь, видите, в Болдине еще хватает дел. А сейчас, вот, последние два месяца вся работа, вся рабочая сила едет в город и в Драгобуже, значит, ну, пока не по силам братья провести нормальные реставрационные работы, делается просто ремонт тех остатков храма. Но уже, значит, зарождается женский монастырь, а на территории больничного комплекса сохранились остатки дома престарелых, поэтому какая-то, есть уже надежда, что будет женский монастырь и богодельник. К сожалению, в последние годы жизни многие люди остаются одинокими и незащищенными. И единственную надежду местные старики возлагают на возрождающуюся дмитровскую женскую обитель, которая поможет скрасить последние дни тех, кто нередко всю жизнь видел вокруг себя только одно горе. Мы знаем, что монахи Герасима Болдинского монастыря оказывают посильную помощь вам. Вот вы не могли бы рассказать немного об этом? Да, это действительно так, потому что монахи из Болдинского монастыря в основном ведут здесь самую тяжелую работу, строительную, восстановительную. Они провели уже газ, значит, сделали водоснабжение. И в основном выполняют все сами, своим трудом. Совсем недавно в нашем наркологическом отделении у нас был такой пациент Владимир. Он недавно освободился из мест заключения, пока находился у нас. Потом, значит, его выписали, и он остался без жилья, без крова, без всего. Отец Антонио предоставил ему здесь работу. То есть, сейчас он работает здесь сторожем, охраняет территорию. Они предоставили ему кровь, питание. И, значит, по мере его способностей оплачивают его труд. Монашеское служение призвано заботиться не только о духовной жизни своих прихожан. Братья Болдинского монастыря посильно помогают тем, кто остался без денег и жилья. К сожалению, помещение Дмитровского женского монастыря в таком запустении, что в ближайшее время об открытии здесь полноценного действующего храма речи быть не могло. Поэтому просто решили устроить храм в обычном деревенском доме. И случай как раз подвернулся удобный. В Драгобуже готовились носить добротный деревянный дом начала века, сделанный знаменитыми безюковскими мастерами. Братья Болдинского монастыря за полтора месяца привела этот дом в порядок. И вскоре после освящения он превратился в подворье Свято-Троицкого Болдинского монастыря. Количество прихожан за последнее время очень сильно увеличилось, и храм не может вместить всех желающих. Поэтому по благословению митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла рядом начал строиться большой и просторный деревянный храм. Владыка Кирилл, на Смоленской земле начинают возрождаться святые обители. Герасима Болдинский монастырь еще три года назад лежал в руинах. Сейчас же он уже начинает помогать в восстановлении Дмитровского женского монастыря. Нас это очень заинтересовало, мы бы хотели узнать ваше мнение по этому поводу. Что это, потребность монашеского служения? У нас епархия небольшая и бедная. Мы не можем позволить себе роскошь, чтобы молодые, энергичные священнослужители, посвятившие полностью себя церкви, только несли свое послушание за монастырской оградой. Хотя понимаем, что подвиг монастырского служения это в первую очередь молитва за мир, это накопление духовного потенциала, духовной силы, которая потом выплескивается за монастырскую ограду и как бы освещает жизнь. И много уделяется внимания тому, чтобы в монастыре эта молитвенная духовная жизнь действительно имела место. Но, как я уже сказал, не можем позволить себе роскошь только вот такой уединенной монастырской жизни для монахов. Они трудятся и в миру, несут свое послушание в тюрьмах, в исправительно-трудовых колониях, в приходах некоторых, которые находятся вблизи, в частности, в городе Сафонова. Имеется подворье в Дорогобуже, а теперь они трудятся для восстановления женского монастыря в городе Дорогобуже. Местные власти передали в пользование церкви то место, где находился монастырь в городе, и братья монастыря во главе с отцом Антонием, Игуменом, Архимандритом, сегодня очень активно трудятся для воссоздания этого монастыря. Там многое нужно сделать и построить, и восстановить помещения, и храмы отреставрировать. Но самое главное, как бы запустить монашескую жизнь. Очень надеюсь, что все это с Божьей помощью удастся. В Смоленской епархии в четырех из пяти существующих колоний освещены молитвенные комнаты. Сюда со своими мыслями и болью ежедневно приходят десятки заключенных. От недавнего времени происходит и духовное окормление осужденных Смоленского следственного изолятора, который осуществляет священник Свято-Успенского собора, отец Анатолий. Поначалу его визиты заключенными воспринимались очень настороженно. Все равно, хоть и в камерах последствия сидят, они как-то друг другу информацию передают. Так что не в курсе дела. Например, сначала они боялись у меня исповедаться. Думали, что я их потом, ну, как говорится, заложу, думаю, какой-нибудь стукач под видом священника. А потом они, смотрю, смело приходят исповедоваться, потому что я сказал, я не следователь, я священник. Обслуживающий персонал колонии заметил, там, где появилась вера в Бога, снижается количество правонарушений. За последние три года количество убийств в зонах сократилось в три раза. Три года назад я попал в тюрьму. Это для меня очень было такое событие. Я зашел, четыре стены, четыре шконки. Люди смотрят на меня, как будто что-то такое, как сказать. Ну, очень сдавленная атмосфера была. У меня сразу же вспомнил родители, дом свой. Мне как-то стало очень больно на душе. Перед сном я как-то ушел в себя, попытался проанализировать все свои поступки, действия, почему и как я попал в тюрьму. В этой системе православие оно как-то помогает не потерять чувство самообладания. Вера в Бога это как будто вам сказать оно усилит во мне желание быстрее освободиться и стать нормальным человеком. Не таким, как я был. Не совершать больше. Всяких нежелательных поступков. Кроме пастырского окормления священнослужители помогают заключенным материально. Привозят в тюрьмы продукты, одежду, медикаменты. Для многих заключенных вера в Бога стала основной душевной силой, помогающей пережить одиночество, переосмыслить свои поступки и не сломаться в годы тяжелых испытаний. Продолжая тему монастырей и монашества, мы решили ответить на вопросы, поступившие на наши адекционные пейджеры. Вопросы, касающиеся внутренней жизни монастыря. Но поскольку мы люди светские, не в состоянии адекватно ответить на них, мы обратились с этими вопросами к насельнику Свято-Троицкого Болгинского монастыря и монаху Тихону. Скажите, пожалуйста, имеет ли право человек, уже принявший постриг, уйти из монастыря? Можно назвать смертным грехом это, потому что монах дает при постриге обет Богу, что до конца будет верен своим обетам. А так это тоже будет нарушение обета, поэтому назвать можно смертным грехом. Монах не может уже, принявший постриг, уйти из монастыря. А вот скажите, пожалуйста, есть ли у монахов паспорт? Есть, конечно. Как у всех граждан в России. Прописка. У нас в монастыре Болгинская монастырская прописка сейчас существует. То есть человек, который живет любой из братьев, имеет прописку монастырскую. Скажите, пожалуйста, имеет право монах на собственные вещи? На личные, имеет вещи на... Что касается недвижимости, уже не имеет права иметь. Потому что дает обет, один из обетов монашеских включается от мирских людей. А без нестижания. То есть не имение своих состояния, каких-то богатств. А увлечения, хобби? Нет, не имеет права. Скажите, пожалуйста, если монах совершает уголовное преступление, несет ли он за это ответственность уголовную или же нет? Любой монах является гражданином Российской Федерации, поэтому за преступление, что касается уголовных дел, несет, как и обычный гражданин, который совершает какие-то правонарушения. Братья Вашего монастыря это в основном молодые люди. Вот скажите, пожалуйста, когда подходит призывной возраст? Забирают ли монахов в армию? Ну, здесь не распространяется только на иродеканов, иромонахов. Они не призываются в армию, а послушники могут быть призваны в армию. Даже монах. Но сейчас вопрос, как раз, решается. Это определенное решение сейчас правительства России нет его. Но что касается священников, они не идут в армию, не призываются. И в заключение. 9 августа в нашей передаче мы рассказали о служении иромонаха Тихона из станицы Барсуковская Ставропольского края. К нам в агентство поступило огромное количество звонков с просьбой указать его координаты. К сожалению, без благословения отца Тихона мы не решимся сделать это. Но в скором времени мы надеемся с ним связаться, получить благословение и дать адрес в ближайших наших передачах. На этом все. Всего хорошего. И спаси вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok